Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Путешествую без COVID-19. В Бобруське можно сдать специальный тест для выезда за рубеж. Стоимость услуги для резидентов Республики Беларусь, ну для граждан, составляет 36 рублей 66 копеек. Куда обращаться? Убийца без срока давности. В городе раскрыто преступление, совершенное 20 лет назад. Сейчас 43-летний фигурант находится в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Как удалось выйти на след преступника? Сезон охоты. В стране началась активация клещей. Недели через три, может в том месте, где был укус клеща, может появиться так называемое пятно, такое мигрирующее эритема. Чем опасен укус? А также майские праздники, посадка картофеля и красоты с синевкой. В Беларуси проходит акция «Чистый водоем». Кто присоединился к движению? Теперь в Бавруйске Центр гигиены и эпидемиологии проводит ПЦР-тест для тех, кто собирается за границу. Как получить нужную справку и где сдать анализ, Карина Гуревич определилась с отпуском. Море и белый песок. Маленькие ресторанчики и новые виды. Все это то, почему мы успели соскучиться за время пандемии. Приближается сезон отпусков. Коронавирус уже не так пугает. А это значит, что можно искать место для отдыха. Однако не все так просто. Новые реалии таковы, что попасть за границу без ПЦР-теста практически невозможно. Почти все страны требуют наличия этого документа для иностранцев. К счастью, бобруйчанам далеко ехать не надо. Лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 проводят и у нас. Стоимость услуги для резидентов Республики Беларусь, ну для граждан, составляет 36 рублей 66 копеек. Для иностранных граждан и нерезидентов Республики Беларусь 56 рублей 83 копейки. На сегодняшний день уже проведено исследование 130 человек, которые к нам обратились с заявлением. Заполнение документов, договора и акта сдачи приема осуществляется в фойе административного здания Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Забор материала проводится ежедневно с 8 до 11. Выдача результатов на следующий день при предъявлении паспорта. Конечно, просто прийти и сдать тест не получится. Предварительная запись обязательно. Ее можно сделать по телефону. Также с собой необходимо иметь медицинскую маску, паспорт, копию и квитанцию об оплате. Анализ дают натощак. Либо не ранее, чем через полтора часа после приема пищи. Желательно не чистить зубы. За два часа необходимо выдержаться от курения. Если эти меры кажутся вам слишком строгими, напомним, пандемию никто не отменял. Специалисты Министерства здравоохранения констатируют рост заболеваемости коронавирусной инфекции. По результатам проводимого эпидемиологического слежения регистрируется увеличение выделения РНК вируса, коронавирусной инфекции из биологического материала заболевших. Вместе с УВД Багрузского госполкома проводится контроль, соблюдение самоизоляции гражданами, которые прибыли из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции, заболевшими и контактами первого уровня. Кстати, теперь белорусы, которые планируют попасть в Россию через воздушные пункты пропуска, должны загрузить результаты теста в мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19», после чего они становятся доступны в виде QR-кода. Для этого на Минской 100 нужно написать отдельное заявление на внесение в базу. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. День расплаты. В Бобруйске раскрыто убийство, совершенное 21 год назад. Все произошло в апреле 2000-го. Именно тогда знакомый мужчина напал на 20-летнюю девушку у подъезда, затащил ее в лифт и избил. Затем на лестничной площадке ранил жертву ножом. Раздел и уже на техническом этаже нанес свыше 50 ранений. От них потерпевшая скончалась. Напутавший забрал сумочку девушки, скрылся и выбросил нож в болото. В этом году удалось выйти на след подозреваемого. Немецкий штык-нож, от которого погибла горожанка, найден 16 апреля, в день годовщины убийства. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за убийство. Сейчас 43-летний фигурант находится в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Второй энергоблок, дополнительные поезда и стратегический продукт. Белорусские аграрии приступили к посадке картофеля. На какой урожай стоит рассчитывать? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Ядерное топливо для второго энергоблока доставили на БелАЭС. В соответствии с техническим регламентом, специалисты атомной электростанции совместно с генеральным подрядчиком обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля. Белорусский опыт подготовки персонала для АЭС, к слову, изучают в Турции. БелЖД назначило более 70 дополнительных поездов на майские праздники. Составы отправятся по наиболее востребованным маршрутам, в частности, из Минска в Брест, Гумель, Гродно, Комунары и Светлогорск. Подробная информация на сайте железной дороги и в мобильном приложении «БЧ Мой Поезд». Белорусские аграрии приступили к посадке картофеля. Стратегический для страны продукт культивируют во всех регионах. Используются в основном высокопродуктивные сорта отечественной селекции. При этом важно не только вырастить, но и сберечь урожай. Поэтому заранее приводятся в порядок и овощехранилища. Специальный микроклимат поможет защитить клубни до следующего сезона. В стране выросла стоимость автомобильного топлива. 1 литр 98-го бензина стоит 2 рубля 13 копеек. 95-й, как и дизельный, обойдется в рубль 91, за 92-й придется дать рубль 81 копейку. Как отметили в Белнефтехиме, с начала этого года топливо подорожало на 5,4%. В то время как средняя котировка нефти увеличилась на 15% пунктов. В Беларуси проходит акция «Чистый водоем». Ежегодно она объединяет свыше 5000 человек, чтобы вместе сберечь природные объекты. Присоединиться к инициативе призывают жителей разных регионов. Необходимый инвентарь для уборки можно получить в отделении Белорусского общества охотников и рыболовов. Вышли на охоту. В Беларуси начался сезон активности клещей. Эти насекомые в основном концентрируются вдоль тропинок. Стоит избегать высокой травы и кустарников. Полкообразные предпочитают лиственные леса, поэтому фойных будет безопаснее. При этом одежда должна быть максимально плотная и закрытая. И самое главное – пользоваться репеллентами и защитными средствами. В Бавруйске регистрируются случаи так называемой болезни лайма. Это заболевание не моментально развивается, как только укусил клещ и сразу заболел человек. Это зависит от многих факторов – от возраста, от иммунитета. Но недели через три может в том месте, где был укус клеща, может появиться так называемое пятно, такое мигрирующее эритема и начинаются там симптомы. Может быть сильные головные боли, могут быть поражения суставов, сердца. То есть это происходит не моментально. При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Только в 2020-м в городе зафиксировано около 400 случаев укусов клещей. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 888 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились без малого 346 тысяч человек. В Беларуси продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Как отмечают медики, антитела могут появиться уже на третью неделю. То есть после введения первого компонента. Сейчас в нашей стране прививают российским и китайским препаратами. И оба в два этапа. Ко второму приступают спустя 21 день. Оставить заявку можно в поликлинике по месту жительства. Рост цен – тема, которая сегодня обсуждается особенно горячо. Главный виновник последних тенденций на рынке торговли – пандемия коронавируса, которая замораживает экономику многих стран. Например, Беларусь показывает – идти на поводу этих тренда вовсе не обязательно. Известный онлайн-гипермаркет снизил цены на весь ассортимент. В розничной торговле законы конкуренции особенно заметны. И крупные торговые сети, безусловно, выигрывают у мелких частников, предлагая товары по более низким ценам. Но в разных сетях один и тот же товар тоже может существенно отличаться в цене. Так что покупатель имеет реальную возможность значительно экономить, сравнивая предложения. Например, онлайн-гипермаркет «Е-доставка», где покупателям доступны более 120 тысяч наименований различных товаров – от продуктов до бытовой техники и электроники. Сегодня стоимость товаров «Е-доставки» в среднем на четверть ниже, чем в других крупных сетевых магазинах, по данным сервиса сравнения цен – infoprice.by. Особенно ощутимо подешевели кофе, чай, шоколад, а также макароны, крупы, растительное масло, мука, подгузники для детей и корма для животных. Значительно снизились цены на фрукты и овощи, молочную продукцию, мясные изделия, рыбу и морепродукты. Например, под данным сайта infoprice.by, покупая макаронные изделия в других магазинах, можно переплатить от 12 до 45% по сравнению с «Е-доставкой». А разница в цене на подгузники составляет от 16 до 64%. Получается наполовину дешевле. Новые цены «Е-доставки» оценили те, для кого вопрос финансов и времени на первом месте. Ну, заказываю все от продуктов до бытовой химии. В последнее время появилась там «Шеф онлайн», очень часто для завтрака там всякие сырники и так далее. Во многих других магазинах ценник выше. Я довольна продукцией, качеством товаров. Приятно впечатляют ценники на бытовую технику и электронику, холодильники, телевизоры, стиральные машины, а также ноутбуки, смартфоны и многое другое. Кстати, купить товары можно не только за собственные деньги, но и в онлайн-кредит без правок и поручителей, который оформляется прямо на сайте «Е-доставка.бай». Кроме того, приобретая любой товар стоимостью 200 рублей и выше, покупатель получает обратно от 5 до 15% его цены в виде промокода на следующую покупку. Мама в декрете Анна Крюченок из-за страшицкого городка уже успела оценить преимущества покупки бытовой техники с доставкой на дом. Ну, чаще всего мы заказываем продукты питания, так как маленький ребенок памперсы, чтобы не ходить по магазинам. Обратила внимание, что есть приложение, можно заказать технику. Ну и решила заказать вот себе стиральную машину. Мне понравилось. Курьеры очень хорошие, приветливые. Принесли, занесли домой. У меня еще в планах шкаф, комод детям. Удобно. Привезут и доставят. Неудивительно, что среди постоянных покупателей онлайн-гипермаркета те, кому уровень цен важен принципиально. Это молодые семьи, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Для Ирины Ковали и ее односельчан ей доставка стала настоящей помощницей. Очень нравится, когда заходишь на сайт, начинаешь выбирать, и все видно. Цены, акции, цены. В последнее время я заметила, что все подешевело. Особенно вот эти вот порошки я заметила, как хозяйка дома. У меня немножко по состоянию здоровья не разрешено тяжести. Ну и у меня, соответственно, круг общения моего возраста. Поэтому здесь очень многие, очень многие пользуются е-доставкой. Я несколько соседей точно знаю. Онлайн-гипермаркет Е-доставка работает по всей Беларуси, а значит, его ассортименты цены доступны жителям даже самых отдаленных городов и деревень. Причем все покупки, не только продукты питания, но даже холодильник или стиральную машину при сумме заказывают 60 рублей, привезут с бесплатной доставкой прямо к вам домой или на дачу. В интернете покупать выгоднее. И онлайн-гипермаркет Е-доставка, в котором можно приобрести все и по действительно доступным ценам, это пример того, как современные сервисы работают на пользу покупателей. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok